Хочу сегодня обсудить пару странностей подагры. Почему у 70% людей с подагрой повышено давление? Ну, странно же. Особенно учитывая, что мочевая кислота, а большинство знает, что подагра — это скопление мочевой кислоты в больших пальцах ног, считается мощным антиоксидантом. Если это антиоксидант, то почему ей сопутствует повышенное давление и почему ей сопутствует сильная боль в большом пальце ноги? Давайте обсудим. У меня есть интереснейшие выкладки и мысли. Если у вас подагра, вы не пожалеете, что посмотрели. Подагру вызывает не только высокий уровень мочевой кислоты в крови. Установлено, что уровень мочевой кислоты в крови никак не связан с приступами подагры. Но известно, что подагрические боли вызывают кристаллы мочевой кислоты, создающие воспаление. Что же происходит? Известно, что почки при подагре не способны эффективно выводить мочевую кислоту, и она задерживается в теле и как-то проникает в суставы больших пальцев и кристаллизуется. Главное лекарство от подагры — аллопуринол. Его действие заключается в подавлении образования мочевой кислоты. Есть фермент сантиноксидаза, помогающий производить мочевую кислоту. И данное лекарство блокирует этот фермент, чем и понижает мочевую кислоту. Проблема с этим лекарством в том, что у него есть побочки, причём нешуточные. Поэтому многие его не любят и ищут альтернативные способы борьбы с подагрой. Но я думаю, когда вы усвоите то, о чём я расскажу, и когда я разберу все эти загадки и парадоксы, вы найдёте решение. Распространённое природное средство от подагры — семена сельдерея. Ещё одно средство — вишня обыкновенная. Оба средства подавляют этот фермент, видимо, поэтому некоторым людям они помогают. Но есть ещё пара моментов, которые я хочу поднять. Первое. Почему так сильна корреляция между подагрой и гипертонией, сердечно-сосудистыми болезнями? Это загадка. Это связано с другим парадоксом, с противоречивой информацией. Дело в том, что мочевая кислота считается антиоксидантом, но в то же время — прооксидантом. Вот вам противоречие. Как она может убирать воспаление и вызывать его? Если она такой мощный антиоксидант, то почему она вызывает проблемы с сердцем? Почему это один из признаков будущих проблем с сердцем? А ещё она связана с инсулинорезистентностью и даже жирной печенью. Но как это возможно, если она антиоксидант? Давайте я расскажу несколько любопытных моментов. Первое. Вот что я выяснил. Мочевая кислота ингибирует монооксид азота, а многие стремятся повысить у себя монооксид азота для снижения давления, для сердца, для защиты внутренней стенки сосудов. Он считается сильным антиоксидантом. Это мощный вазодилататор — сосудорасширяющее средство. Он очень полезен при гипертонии. Людям он нужен для разных целей, например, от эректильной дисфункции. Ведь если это мощный вазодилататор, то он помогает с эрекцией. Поэтому люди принимают, например, Виагру, она повышает оксид азота. Либо они принимают её натуральный аналог — L-аргинин, повышающий оксид азота. Оксид азота — мощный антиоксидант. Но мочевая кислота подавляет оксид азота. Если подумать, что происходит с больными под агрой, у них в пальцах развивается сильное воспаление, повреждение от свободных радикалов, развивается сильный отислительный стресс. И если нет оксида азота, чтобы этому противостоять, будут проблемы. И вот что ещё любопытно. Оксид азота помогает регулировать тот самый фермент, производящий мочевую кислоту. Он может снизить или ингибировать эту ксантиноксидазу. А с другой стороны, мочевая кислота ингибирует оксид азота. Что происходит? Я думаю, что на более глубоком уровне должна быть какая-то генетическая слабость, создающая предрасположенность к этой проблеме, когда человек не способен выводить мочевую кислоту и, может, даже не способен производить достаточно оксида азота или достаточно его усваивать. А теперь я расскажу о других аспектах этого явления. Вернёмся к сельдерею. Фитонутриент, способный повышать оксид азота, практически не присутствует в стеблях сельдерея. Зато он в большом количестве есть в экстракте семян сельдерея, а также в листьях сельдерея. Вот в этих мелких листиках, которые мы обрезаем и не едим. Как раз их и надо есть при подагре. Листья сельдерея. Этот фитонутриент можно также получить из артишока. Артишоки — это хороший источник, а ещё шалфей и тимьян. Ещё он есть во многих других листовых овощах. Хочу также отметить, что некоторые люди даже заявляют, что вылечили подагру благодаря артишоку. Другой распространённый метод — снизить количество соли. Похоже, что соль ингибирует оксид азота. Особенно, если человек чувствителен к соли. Когда я прочёл эту строчку в этой статье, мне на ум пришла одна вещь. Когда говорят о чувствительности к соли, на самом деле они описывают дефицит калия, потому что всякая чувствительность к соли исчезает, если получать достаточно калия. Теперь вопрос, какая связь между калием и оксидом азота? По-видимому, калий довольно значительно повышает оксид азота. Это может объяснить, почему то тут, то там появляется довольно много сообщений, свидетельствующих, что приём калия помогает ослабить подагру. То есть при подагре помогает ограничение натрия, и ещё от подагры помогает приём калия. Я думаю, дело в пропорции. Если её нормализовать, всё будет хорошо. Но если при подагре есть много натрия, то есть соли, это может создать проблемы. Я всегда советую есть достаточное количество соли, лучше морской. Но для некоторых людей с подагрой это, пожалуй, не лучший вариант. Возможно, лучше ограничить соль, но начать серьёзно повышать калий до такого уровня, при котором подагра, вероятно, уйдёт. Другой момент, связанный с калием, в том, что диуретики выводят калий, как, впрочем, и натрий. Диуретики также приводят к снижению оксида азота, а также мочевой кислоты. А калий даёт щелочную среду. Мы также знаем, что если повысить щёлочность мочи, приступов подагры будет меньше. Есть ещё одна интересная связь. Омега-3 жирные кислоты тоже повышают оксид азота. И мы знаем, что омега-3 противовоспалительные. Основная идея касательно оксида азота в том, что это антиоксидант. Если у вас воспалён большой палец ноги, вам нужны антиоксиданты. И оксид азота может оказаться как раз тем, чего вам не хватает. Есть ещё данные о мочевой кислоте. Сейчас расскажу. Она всё же антиоксидант или прооксидант? Что ж, думаю, и то, и другое. Потому что есть данные, что когда она попадает в ткани, внутриклеточно она становится прооксидантом, что многое объясняет. Потому что если мочевая кислота попадает в сосуды или, допустим, в сустав, то начинает вызывать воспаление. Вот зачем нам оксид азота. Ведь он не только противовоспалительный, но и антиоксидант. Есть такой новый термин — инфламосома. Это белок, относящийся к врождённому иммунитету. По-видимому, инфламосома запускает череду воспалительных явлений в клетке, приступ подагры. А оксид азота отлично подавляет эти инфламосомы. Что ещё провоцирует приступ подагры? Что ж, это фруктоза. При употреблении фруктозы приступы резко усиливаются. И так совпало, что фруктоза и сахар снижают оксид азота. Всё это очень интересно. Но что же нам делать? Первое. Повышайте уровень калия. И посредством пищи, и принимая добавки. Можно в электролитном порошке. В таблетках же калий есть лишь в дозировке 99 мг. Так что придётся пить по нескольку таких таблеток несколько раз в день. А если пьёте электролитный порошок, можно пить несколько мерных ложек в течение дня. Это даст достаточно калия. Ещё ешьте продукты с калием. В то же время рекомендую при тяжёлой подагре ограничить потребление натрия. Просто не кладите много соли. Это поможет. Просто помните, что натрий, то есть соль, деактивирует оксид азота. Следующий момент. Ешьте продукты, повышающие оксид азота. Например, листья сельдерея, вишню обыкновенную, артишоки, листовую зелень. Четвёртое. Избегайте фруктозы и сахара. И последний совет, очень важный. Думаю, он вам поможет. Помогайте своим почкам, чем-то таким, что способствует выведению мочевой кислоты. В своей практике я применял препарат Ринофуд. Это хорошая штука. Закажите и принимайте при подагре. А что касается калия, это очень важный минерал. Настолько важный, что я создал о нём отдельный курс. Приглашаю ознакомиться. Что вы знаете о самом важном электролите калии? Аритмия, судороги, тремор, высокое давление и плохой сон, последствия дефицита калия. Как его восполнить правильно и безопасно, я расскажу вам в своём курсе про калий. Записывайтесь по ссылке внизу. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok